Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и в ближайшие несколько минут вас ждёт моё мнение об игре Тирани, что можно перевести и нужно перевести как Тирания. Игра создана славной компанией Obsidian, ролевых дел мастерами, которая славна такими шедеврами как Fallout New Vegas и Pillars of Eternity. Да и South Park, палка правды, тоже может быть занесена в актив этим ребятам. И вот в ноябре выходит свежее творение. Я бы сказал, что Тирания — это Pillars of Eternity встречает Age of Decadence. Наверное, новые мои подписчики и не в курсе, но год назад я рассказывал об этой странной, устаревшей, но очень занимательной ролевой игре Age of Decadence, в которой вы действительно должны отыгрывать роли. И чтобы понять игру полностью, вам даже придётся, да и захочется, я уверен, сыграть не один раз из-за разных персонажей. И влияние Age of Decadence в Тирании чувствуется очень сильно, как и влияние предыдущего творения Obsidian Entertainment Pillars of Eternity. И вот здесь, как мне кажется, скрывается один из недостатков игры. Лично мне на определённом моменте стало просто скучно. Вот, знаете, любая игра, она манит. Вот вы занимаетесь какими-то другими делами, и вы обдумываете свои поступки, что там происходит, думаете, как будет развиваться дальше сюжет. А Тирания в определённый момент перестаёт захватывать. И это происходит именно с теми людьми, которые играют в большое количество ролевых игр, и которые в этом жанре разбираются. Я ни в коем случае сейчас не хочу сказать, что раз вы прошли Тиранию полностью, и она вам понравилась, что вы не разбираетесь в РПГ, ни в коем случае. Слава богу, игра всё-таки хороша. Я её, пожалуй, рекомендую к ознакомлению. Но дальше мой обзор будет именно о том, чего игре не хватает. Ну, во-первых, в общих чертах. Это изометрическая ролевая игра с партийной системой. То есть вы собираете партию из нескольких человек. В данном случае в партии может быть только четверо. Вы, ваш аватар и ещё какие-то три спутника. При этом, в принципе, в игре пять или шесть персонажей. Я вот сейчас боюсь точную цифру назвать, из которых вы будете выбирать. То есть постепенно, по мере прохождения сюжета, вам будут открываться различные спутники. С одной стороны, интересна сама задумка с главным героем. Вы судья. И у вас сразу много власти, есть какая-то сила. То есть таким образом создатели решают проблему того, почему главным героям во многих ролевых играх так много значения придаётся. Тут вы изначально в центре событий. Я не хочу раскрывать перипетии сюжета, но вы важная шишка. Отлично. Но при этом начинаешь ожидать от игры определённой какой-то эпичности. А когда вы попадаете в лагере двух соперничающих армий, видите в этом лагере, ну, максимум персонажей 15, а потом ещё участвуете в штурме крепости с одной из этих группировок. И в этом штурме, ну, дай бог, если восемь персонажей вместе с вами бегают, то, конечно, вот эта атмосфера, которую ты ждёшь, уходит. И как ни странно, в Pillars of Eternity, хотя вроде движок тот же самый, эта эпичность была, потому что там вас не заставляли быть крутым сразу. И постепенно, знакомясь вот с миром Pillars of Eternity, вы проникались им всё больше и больше. И, кстати, в Тирании ещё в минус играют размеры мира. Он действительно такой немножко камерный, что ли. Ну ладно, предположим, пускай. Почему бы и не побыть судьёй? Вначале кажется, что будет такая не чёрная-белая игра, в плане выбор хороший и плохой, да, а вот серая с тяжёлым выбором, знаете, вот чем-то напоминающая Ведьмака, что ли. А в итоге, оказывается, вы мальчик на побегушках, по-хорошему, у которого нет никакого прошлого, у вас нет ни семьи, ни детей, хотя в данном случае вы не страдаете никакой амнезией. Более того, перед игрой проходит такой текстовый квест, в котором вы выбираете некоторые предшествующие события, которые влияют в дальнейшем на игру. Кстати, я вас отправляю к двум своим стримам по Тирании. Вы как раз можете посмотреть начало игры, как там всё выглядит, но при этом у вас нет прошлого, и по-хорошему, и роли-то никакой. И псевдовыбор при этом практически не играет тоже роли. Как ни странно, это автология. Вы не играете роль, и игра не играет роль в вашем прохождении. Ваши действия и выбор на окружающий мир серьёзно не влияют. Да, могут появиться другие диалоги. Вы можете что-то по-другому сказать. Там что-то больше плюсов получить или больше минусов. Но вот того разнообразия прохождения, чего ждёшь от игры, на которую повлияла Age of Decadence, в Тирании нету. Вспомните, например, во втором Ведьмаке. У вас был выбор между Верноном Рошем и Йорвитом. Это были совершенно две разные игры. При этом сам по себе выбор, он на самом деле никак вас не характеризовал, если уж так откровенно говорить. Потому что и там были плохие и хорошие варианты, и в другом случае плохие и хорошие варианты. Вы не становились на сторону плохих или хороших. И здесь, кстати, играют свою роль очень грамотно прописанные персонажи в Ведьмаке. В Тирании они плоские до невозможности и сделаны такими шаблонными персонажами, типа сумасшедшего предводителя Хора или Салдафона, как предводителя пальных. А третья фракция — это такие хипстеры-гринписовцы, блин. От игры под названием Тирании ожидаешь всё-таки более мрачного мира, что ли. И в начале игры кажется, что так и будет. Но постепенно всё скатывается всё равно в мелодраму, где вашего персонажа в итоге всё равно в грош не ставят. Потом он внезапно, это спойлер, но, знаете, слишком толстый спойлер. Он входит в контакт с башнями, которые раскиданы по этой местности. И здесь опять ощущается нехватка идей, как у многих других создателей игры вообще на нашей планете. То есть эти башни — это аналог той же крепости из Pillars of Eternity. То есть в прошлой игре этой же студии нам тоже давали некие строения или строения, которые вы улучшали, куда вы приглашали торговцев и прочее, прочее, прочее. Но при этом, кстати, под этой крепостью было огромное подземелье. Это отдельная игра в игре. В Pillars of Eternity. Вы могли забить на такую, на Baldur's Gate и заняться Icewind Dale. Если вы понимаете, о чём я. В Тирании ничего подобного и рядом нет. Вначале казалось, что прикольная боевая система. Но она не новая, это скорее, опять же, слегка доработанная старая. И интересное в ней было то, что соперники довольно сложные. Вам надо продумывать изначально какую-то тактику и её придерживаться. Но со временем почему-то эти бои начинают просто напрягать. Тем более, что тут вместо интересных квестов, которые хотелось бы решать именно диалогами и какой-то смекалкой, вы же всё-таки за судью играете. Практически все квесты всё равно решаются битвами. И разница между тем, что вы отыгрываете, например, воина или отыгрываете дипломата, только в том, что перед битвой вы можете убедить нескольких соперников смотаться. И всё. То есть вы не можете эту битву пройти, точнее, вообще не биться. Так вот, постепенно, если вначале ещё более-менее интересно заниматься битвами, то чем дальше, тем больше они превращаются просто в какую-то свалку иконок, интерфейса и юнитов в центре экрана. И иногда ты просто, даже несмотря на то, что есть активная пауза, то есть битва идёт вроде как в реальном времени, но вы можете поставить на паузу, отдать приказание, даже очередь приказания сделать. Вы можете периодически промахиваться по соперникам. Ваш подопечный может выходить из боя, когда вы уходите из боя, то получаете штраф определённый к вашим характеристикам. И просто как-то, ну, я не знаю, это... Может, я стал каким-то другим человеком, но битвы в тирании меня со временем стали напрягать. В отличие от той же Pillars of Eternity, а уж Age of Decadence, где вы можете вообще всю игру без битв пройти, я молчу. Это видео вышло при поддержке справочника и карты 2GIS. Кстати, 2GIS запустили собственный навигатор. Удобное ведение по маршруту и голосовые подсказки о манёврах теперь работают и в 2GIS. Разработчики просят делиться впечатлениями, ведь ваши отзывы очень им помогут. 2GIS, если быть точным. И, конечно, стоит упомянуть искусственный интеллект, который управляет тоже вашими подопечными, вашими, когда вы отправляете какую-нибудь юнит скастовать заклинание, и он теряет время просто потому, что он не может пройти к тому месту, где надо скастовать его. То есть он не может найти путь туда. То это, конечно, раздражает ужасно. Ну, возможно, я на интерфейс, как говорится, слишком гоню. И, в принципе, местами он получше, чем в Pillars of Eternity. Но сюда напихали столько всего, что можно было спокойно отбросить, что иногда, ну, ты начинаешь уставать разбираться во всём этом. Как ни странно это звучит на канале про умные стратегические игры. В общем, я стараюсь сказать, что в ролевой игре очень важен сценарий. Очень важно то, что вообще происходит в игре. И когда в процессе у тебя начинают появляться вопросы, а нафига я это всё делаю? Почему вот это происходит на экране? То у игры начинаются проблемы. У меня уже были вопросы, когда мне пришлось выбирать между тремя сторонами вот в первой части игры во время штурма крепости. То есть я просто обязан выбрать. При том, что все три фракции мне, например, не симпатичны. И объяснение этого выбора, ну, оно никакое. И это постоянно в игре происходит. Ты должен выбирать, потому что надо. Игровой логикой сценаристы объяснить не смогли. При этом я понимаю, почему, ну, очень многие пишут, что Тирания отличная игра, шедевр и так далее. И я ещё раз оговорю, что вот это моё мнение, вот этот мой обзор, это не негативное мнение. Я просто несколько разочарован итоговым результатом. Ну и, видимо, переиграл слишком большое количество других игр. Мне есть с чем сравнивать. Но Тирания очень сильно похожа на те игры, которые уже есть. То есть спрашивается, а нафига мне в неё играть? Опять же, я возвращаюсь к своему обзору четвёртого Фоллаута и прочего-прочего, когда выходит игра во многом похожая. Но здесь ещё и есть множество проблем, которые были бы простительны, если бы это была оригинальная новая игра, впервые появившаяся с такой механикой, и совсем непростительна, и отторгает игрока, который уже во что-то подобное играл. При этом в Тирании очень много текста. И здесь я отмечу одну очень простую идею, которая почему-то не использовалась в прошлых ролевых играх, но здесь ребята додумались сделать. Тут есть гиперссылки в тексте. То есть, когда вы общаетесь, идёт упоминание какого-то термина, и разработчики понимают, что вы можете этот термин не знать, то просто при наведении мышки на это слово, на это словосочетание, на название местности, на имя персонажа, вы получаете всю информацию, краткую историческую справку, и таким образом намного проще следить за тем, что происходит. С другой стороны, вы хоть меня режете, но следить за тем, что происходит в Тирании скучно. Не знаю, по-моему, это уровень такого приключенческого романа для 13-14-летних, со множеством вот это поворот, ничего себе, я бы и не мог подумать, что так будет, вот типа такого. При этом там постоянный бок из машины, да ещё и в конце нам многое не объясняют, видимо, завязка на будущие игры. Вообще, как бы, Тирания выглядит слишком короткой и совершенно не масштабной, что ли, игрой. То есть небольшие такие локации. Вот ещё, кстати, отмечу, у меня, знаете, вот всегда нравится в ролевых играх, когда у тебя много-много квестов там висит. Ну, в Ведьмаке это вообще немерено, в Фоллауте, да даже в том же Балдрусгейте. Правда, в Балдрусгейте просто отмороженный дневник, где этого нифига не видно. Я помню, люди делали отдельные программы, которые дотаскивали все задания из дневника, чтобы было удобно по ним ориентироваться. Да и в Моровинде, кстати, то же самое было. Здесь же задания удобно рассортированы, но их постоянно как-то, во-первых, мало, а во-вторых, они сами по себе, ну, убоги. То есть нет ощущения, что ты занимаешься эпическим приключением каким-то. Скорее ощущение, что у тебя ролевая игра в четырёхкомнатной квартире такая. И вы знаете, вот я так обдумал, все мои претензии к игре, и почему так могло получиться? Мне кажется, что Obsidian Entertainment просто не хватило времени на доделку игры. Если, например, в стратегиях доделывать можно игру долго довольно, то есть, ну ладно, ты вначале в неё не играешь, потом через полгода приходишь, и вышли новые патчи, и вперёд. Да блин, можно через пять лет прийти в стратегию, и будешь получать от неё удовольствие. То в ролевых играх это не совсем так. По-хорошему, если глобально смотреть на тиранию, она, несомненно, лучше, чем Pillars of Eternity. Но только если бы её отполировали до блеска и внесли ещё больше контента. Для меня, именно для меня, проблема тирании в том, что она слишком похожа на Pillars of Eternity. Если вам понравилась вот первая подобного рода игра Obsidian Entertainment, то есть Pillars of Eternity, и вам хочется, хотелось большего всегда, то милости прошу в тиранию. Я уверен, что вы получите удовольствие. Если вам Pillars of Eternity понравилось, но вы её там так и не прошли, или там проходили через спинь колоду, то тиранию лучше не трогать. Если вы просто где-то были всё это время, но вы поклонник изометрических ролевых игр, то есть вы помните, что такое Baldur's Gate, Icewind Dale, то тирания тоже очень неплохой способ скоротать время, и, пожалуй, это лучше, чем Pillars of Eternity будет. Именно вот сейчас начать играть. Но я всё-таки рекомендую обратить внимание на Age of Decadence. Как бы она ни была устаревшая, но она более ролевая, чем Тирания, хоть и год назад вышла. И я вот постоянно играя в тиранию, у меня в голове отсылки к Age of Decadence, и я понимаю, что там это сделано интереснее. В общем, пришло время итогов. Как видите, у меня очень смешанные чувства по поводу игры Тирания. Надеюсь прочитать ваши комментарии по этому поводу. Ну вот не захватило меня, несмотря на то, что в начале казалось, что будет очень интересно, и такой мир вроде необычный. Но потом как-то оно всё скатывается в банальности и становится скучно. Поэтому мне интересно будет мнение людей, которые провели там часов 50, почему им Тирания понравилась, как они играли за разные фракции. Жду ваших мнений. Ну а вы слышали Лёшу Халецкого, канал Лёша играет. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Спасибо, что засорели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова